Продолжение следует... Поскольку моя мать, Сара Бороховна Шлайн, была еврейкой, мы жили в Киеве, в центре города, из-за меня, который малышом тогда еще не исполнилось трех лет, катался на таком игрушке, петух, качалка, и мучил соседа внизу, он донес на нас, и чудом после нашего бегства в Умань из Киева пришло за нами гестапо или полицаи, чтобы отправить в Бабий Яр. Вот как раз сейчас, несколько дней назад было 80-летие Бабьего Яра и замечательные фильмы, передачи, фильм Сергея Лозницы, который восстанавливает эту трагедию, которая до сих пор встречает сопротивление своей памяти. А то, что Холокост не вошел в менталитет последних поколений молодежи России, это преступление власти. Дело в том, что скрываюсь в Умани, на дороге в Умань, а это место, где резня еврейская была и в Хмельниччину, и в целом по Украине 300 тысяч было вырезано специально без применения огнестрельного оружия, с жестокостями. В Умань, в связи с тем, что это было место поклонения евреев, там цадик был знаменитый, до сих пор там собираются большие съезды хасидов, там тоже было не прятаться. И мы с матерью прятались за шкафом во время облав частых. Мать, поскольку она кончила украинскую школу и знала наизусть, многие пары Шевченко, сходила за украинку. Ну что, я в детстве помню и повешенных, и расстрелы, и нас, мальчишек, посылали с хлебом, и кое-чем колоннам пленных, а в киевский котел попала миллионная армия, и 600 тысяч, казалось, в плену расстреливали только евреев и комиссаров. Сейчас я выпускаю журнал, независимый психиатрический журнал, уже 33 года, в котором, несмотря на что он профессиональный, психиатрический, я поддерживаю еврейскую тему, потому что просвещенчество оказывается все более необходимым, потому что новые поколения вслед за государственной политикой о Холокосте, о Бабьем Яре совершенно придают это забвению в пандам советской власти. Да, и, а эта память преображает европейские страны, пережившие Холокост, и вот с кого надо брать пример для воспитания молодежи, для школьных учебников и так далее.